Я многим задаю этот вопрос, Сережа. Первый день войны, твой первый день, каким был? Ну, мы помним... Ощущения. По ощущениям? Да. Да, вообще ужас. Я не мог в это поверить. Я был человеком, который до последнего дня не мог поверить. Мы же жили последние уже месяцы в этом нагнетании, что завтра война, завтра война. И ты работал в офисе президента? Нет, в тот момент я уже перестал работать. На первый день войны я перестал работать в офисе президента. Я уже не работал. Я целиком... У меня... Я свою функцию выполнил. Вот эти первое время, когда нужно было сформировать команду определенную, Лену Владимировну я помогал. И я очень доволен теми людьми, которые мы подобрали. Лена Владимировна, в конце концов, конечное решение было ее. Мы очень правильных людей подобрали. И команда прекрасно работает. И во время войны особенно она проявила себя. Вот. И... То есть на мне оставалось уже за рамками офиса. Мы делали государственные большие мероприятия. 30 лет независимости. Так вот, первый день войны... Это страшный кошмар. Потому что я должен был лететь к другу на день рождения в Барселону. И за два дня до войны что-то мне тут... Я говорю, Соня, моей помощнице, сдавай билеты. Не полечу никуда. Не чувствую, да? Я сдал билеты. Я проснулся от звонка, когда мне сказали... Началось все. Я говорю, да не, не может быть. Положил трубку и уснул. А я был после прививки от ковида. И я был с температурой жуткой. Мне было так хреново, что я в бреду. Это в 4... Во сколько? Я уже не помню. Меня разбудили. В 4,50 где-то. Да, сюда. И началось. Я говорю, да не может этого быть. И опять заснул. И я проснулся от взрывов. Ну, первое, я поехал сюда сразу. И здесь остался на два месяца. Два месяца мы здесь жили. С ребятами, кто там далеко, боялись. Есть подвал, и мы здесь жили. Мы прекрасно знаем, как проявили себя многие украинские деятели культуры, украинские артисты, как они ездили по фронтам, какие они писали, исполняли песни. Знаешь, я тебе задам сложный вопрос. Огромное место в твоей жизни занимала София Михайловна Ротару. Почему занимала? И занимает, наверняка, да? Легендарная артистка. Это кумир миллионов. Фантастическая женщина, волшебная. Поэтому ты неправильно поставил ударение. Занимает. Да. Ты знаешь, я очень люблю Софию Михайловну. Да. И я в первый же день войны ждал, знаешь чего? Что вот сейчас она, которая как бы наше все, герой Украины, легенда Украины, связующая нить между Украиной и всеми остальными бывшими постсоветскими странами, вот сейчас она выйдет и скажет, что вы делаете, сволочи, как вы можете напасть на Украину и так далее. Но София Михайловна молчала и молчит до сих пор. Я не нахожу ответа на этот вопрос. Вот я себе его задаю. А почему? Можно я тебе расскажу одну историю? Можно даже две. Мы полетели в одну страну. Неприятно очень. Потом мы не могли оттуда вылететь. Нас не выпускали. Софии Михайловной? Да. По личному указанию одного плохого человека. Но нам повезло, что спецура в этой стране была не из этой страны, а из другой. О, Боже. По сути. И она подошла к начальнику отряда. Разрешение на вылет. Самолет стоит наш. Чартер, да? Да. Она, Руслана Анилорак. И коллективы. И ты? Ну, я организатор. Ну, я их привез туда. Черт вернул. Сказал один мой знакомый. Это же надо так деньги любить. Ну, в те времена. Это еще до 13-го. Скажи, это ты о себе говоришь сейчас. Не о них. Да, о себе. Конечно, о себе. Но это еще какие-то там 9-й год. 9-й, 10-й еще даже мысли не было. Это в Грозном, нет? Да. Да? Да. И нет разрешения на вылет. Мне параллельно звонят. Немедленно улетайте, потому что за вами там все. Это отдельное интервью давать надо, чтобы рассказать эту историю. Это за Анилорак там интерес был, да? Сначала до конца. Слушай меня. И нет, кстати. Там совокупность. И она подходит, Софья Михайловна, к пограничнику и говорит, сынок, ты меня знаешь? Он говорит, да. Отпусти нас. И он такой, мы садимся в самолет без разрешения на вылет. А командир экипажа, а борт был, по-моему, английский. Или какой-то там, не-не-не, какой-то там европейской страны. И командир экипажа был иностранен. Взлетаем. И как взлетаем? А ты понимаешь, что такое европейцы? Ну да, разрешение. У нас нет разрешения на взлет. Я так заорал на него, что он понял, что надо взлетать. У меня было два таких экстремальных взлета в жизни. Вот это один из них. И мы взлетаем без разрешения. Храбовая тишина в самолете. Вот так повлияла София Михайловна. Ты знаешь, я тебе скажу такую вещь. Кроме орденов, медалей и званий, которые уже давно ничего не давали артисту, все, что она получила, заработала, это ее заслуга. Когда говорят, ты должен, не должен, ни хрена. И она отдала свои долги. Уж сколько-сколько она проработала. Патриотическая песня и так далее. Она много делала в отличие от Аллы Борисовны. Но так вот, к чему я веду. Я не понимаю, я не знаю, что значит должна была. Тут хочешь либо не хочешь. Можешь или не можешь. Я знаю. Не понаслышке, в каком тяжелом состоянии она находилась в тот момент, в физическом, здоровье. Поэтому, Дим, у меня нет вопросов к Софии Ротару. Если у кого-то есть вопросы, подайте на нее в суд. Можете? Нет. За что? То, что очень страшно говорить пожилая женщина по отношению к Софии Михайловне Ротару. Потому что для нас она всегда молодая, красивая. Но я не вправе и не буду ее осуждать. У меня есть много вопросов к другим людям. Вот к ним много вопросов. Например? Это в следующем интервью. Давайте дальше, Дмитрий Ильич. Удивительно. Вот ты сейчас, кстати, сказал, что министром культуры должен был бы стать Игорь Лехута. Не, ну мне рассказали, что он ходил по Москве. Я рассказывал это уже. Да? Что будет министром культуры? Сейчас совсем пи***ть. Серьезно? Ну, я не знаю, правда это или нет, но мне рассказали. Может, врут, клевещут. Поведение Таиси Павли и Игоря Лехуты. Вот что ты об этом думаешь? Ты понимаешь, по иронии судьбы, первая украинская певица, которая вообще услышала в своей жизни украинская певица. Не советская, а украинская. Это была Таисия Павли. Мне один человек сказал, ты слышал когда-нибудь Павли? Как она поет? Какая она? И вот она была первая, кто ее услышал. Еще в глубоком советском, мне кажется, ну, на исходе уже Советский Союз был. Жажда денег не туда заводит людей. Они хотели во власть, ну, не для власти, а для денег. Для того, чтобы быть первой. А она была первой долгие годы. Но она была во многом благодаря близости Кенуковичу, например, да. Она была, по-моему, в списке, в пятерке, да. Ну, вторая была. Вторая, да, и так далее. Ну, вот им хотелось, знаешь, такое, не хочу быть столбовою дворянкой, хочу быть владычицей морской. Но так. И вот так судьба завела в ту ситуацию, в которой они оказались. Тоже вот вчера мне в этом ТикТоке или где-то, я осваиваю ТикТок на старости лет, мне попалось видео, она интервью кому-то дает, какому-то плохо говорящему, по-моему, больному ведущему российскому. Да, Корчевникову. Очень страшно. Страшное, страшное видео. И мне, знаешь, там это, и она, она такую ебаную несет. Да. Господи, ты же такая талантливая. Лепет горбатого к стенке. Но мы же с тобой понимаем, а что ей остается делать? Тут ее уже никогда не примут. А есть же где-то что-то, жить надо и за что-то, и как-то. Вот она и лепет. То есть это, я не думаю, что они это все чувствуют, я думаю, что это их, им надо выжить. А жить они привыкли неплохо. А скажи, вот бывшие киевлянки Лолита, Успенская, Наташа Королева. Дим, ну нет, ну давайте сейчас даже... Все то же самое, да? Нет, вообще не то же самое. Ну вообще не то же самое. Ну они, слушай, ну они, вся их жизнь, становление, они украинцы, ну они родились, у них место рождения и Киев. Но они, какое они отношение к этой стране имели? Никакого. Ну у Лолита чуть больше у нее семья была. Наташа Королева чуть больше у нее бабушка. Но вся жизнь прошла там, они русские. А уж любая Успенская тут при чем? Киевлянка, Киевлянка, Киевляночка. Про нее песня? Нет. Ну не важно. Это Гаррика песня. Это Гаррика песня. А Вели Токарева песня была. Когда-то с маменькой по Киеву гуляла. Короче, какие они украинцы нахрен вообще? Поэтому от них что-то требовать, ну это вообще смешно. Что они, ну они, все становление, жизнь, все там, тут ничего. Почему мы должны от них ждать? Слушай, а тогда мы должны, вся Канада должна вернуться домой и стать на защиту. Люди, они такие там патриоты прекрасные, не будучи ни разу вообще в этой стране. Что мы от них что-то требуем? С кем-нибудь из российских артистов вот во время войны ты общался? Ну если можно назвать Максима Галкина российским артистом, ну, ты так организируешь. Он потрясающий какой оказался, да? Он российский артист. Нет, есть, с кем я общался? Ну вот у меня было одно соприкосновение, я тебе сказал, с Филиппом, переписка тогда. С кем из российских артистов? С кем? Ты знаешь, у меня такая обида на многих. в первые дни войны мне звонили многие. Рыдали, рыдали просто. Я говорю, Сереж, ну, когда разговор заканчивался фразой, но не все так однозначно, я сказал, ребят, спасибо, что перезвонили, мы прорвемся и клал трубку. Это были мои... Не все так однозначно. Не все так однозначно. Для меня самое... Когда вот это, 8 лет мы бомбили, ну, ну... Домбили бомбас. домбили. Это весь пи*** придуманный русской пропагандой. Неужели вы не можете... Сука, меня бесит. У меня есть одна подруга. Она не публичный человек, но она имеет отношение к шоу-бизнесу. Я ее обожаю. Ну, мы с ней продружили много лет. Девчонка вообще потрясающая. Где-то в политиках делала. Она вообще... И вот она мне все время, Сережа, она плачет, рыдает. И вот она мне звонит вот в этом году, в начале года. Это был наш последний разговор. Я не знаю, о чем мне с ней дальше говорить. И она мне говорит, Сереженька, я так тебя люблю, я так скучаю. Ты мой родной, мой хороший, мы очень близкие друзья. И она отвечает, а ты слышал, что у нас в Белгороде? Я говорю, да у нас такое уже третий год. И то, что у вас в Белгороде, это вообще ни о чем. То, что с нашей страной сделали, сколько людей мирных погибло, сколько... И она мне говорит в конце фраза, что прям мирных? Понятно. И я понял, что мне больше не о чем говорить. Нет, может, не есть о чем говорить, но я не хочу говорить, потому что они пропитаны этой хуйней, этой пропагандой, этим ядом. Страна, кто-то сказал, я услышал, мне очень понравилось, страна управляется пультом от телевизора. Ну, как можно быть такими тупыми? У тебя пока еще есть интернет, ну, послушай ли ты альтернативные мнения? поговори ты, ну, позови... Твою мать, ну, как можно быть такими тупыми стадом баранов? Так вот, по поводу общения. Единственный человек, с которым я поддерживаю отношения, ну, я сейчас говорю про звезд, у меня есть там люди, которые уехали, с которыми я общаюсь, которые прокляли и на агента, и так далее, но вот с Максимом мы поддерживаем какие-то отношения и Макс... Какой потрясающий человек оказался. Я... Слушай, ну, почему оказался? Он и был потрясающим. Вундеркинд, умница, гений, талантливый, образованный, с какими-то принципами, честью. Я уж молчу, что люди с таким чувством юмора, это вообще люди особые, да? И вот он проявился. А как Алла Борисовна? Ну, ну, что такое Алла Борисовна? Это все. Ну, это... Да, это все. В этом имени олицетворение вообще стольких лет. Это... Вся моя жизнь прошла с Аллой Пугачевой. Ну, в том смысле, пластинки, песни, телевизор и так далее. Господи, она за свою жизнь не легла... Ну, ты понимаешь, в каком смысле? Ни под одну власть. Не пела ни одной патриотической, сука, кремлевской какой-то песни. Она не участвовала... Как ее гнобили? Как ее... Боже, я такие истории... Это прибалтийская. Ей же сказали, тебя больше никто никогда не увидит вообще. Нигде. Какой прессинг, за то, что она послала какой-то администратор. Да, да. Не очень красивый поступок. Но, извините меня, ты знаешь, что я узнал? Ее прямо поставили... Ну, сейчас это говорят в бан, да, или как говорят, да, что у тебя просто нет нигде. Я узнал. Я не знаю, правда это или нет. Певица номер один большой страны. Любимица в каждом доме, в каждой семье. Ее голос, ее... Такой артистки, как она, певицы, больше не было, нет и не будет. и не будет. Ну, я прям думаю, что да. Такой драматизм в голосе, такая подача, такое про... через себя. Ну, уникальный человек. И ей говорят, ты можешь, примерно как сейчас у них это происходит, искупить свою вину, чтобы пару человек решило, что... поехать в Чернобыль. Ты знаешь, что почти все умерли, кто был с ней тогда на сцене? Ей там говорили, шапочки, хапочки одеть. какие шапочки? Я помню, она с Кузьминым приехала. А она получила... Ну, я не могу озвучивать личные вещи, что она получила после этого. Но ее вернули. Позволили. Что значит вернули? Я не знаю, правдива эта история или нет, но она своим здоровьем просто должна была отдать. Но тогда и выбора не было. Ты знаешь... А сейчас выбор у многих был. Да. Я все-таки очень хорошо к ней относился до недавнего времени. Я сейчас плохо к ней отношусь. Кому? Я объясню, почему. К Алле Борисовне. Я объясню, почему. Это очень серьезная причина. Недавно Филипп Киркоров заявил, что Алла Борисовна ему изменяла. И я после этого стал плохо к ней относиться, как можно было изменять Филиппу Киркорову. Вот так выражу твои слова в ролике пойдет. Я очень плохо относился к Алле Пугачевой и очень плохо к ней отношусь. Она увидит это в каком-нибудь Тик-Токе, обидится на тебя? А тут же важность контекста. Я ее люблю. И она это знает. Кто что, кому изменял? Филипп, придурок, сказал, что Алла Борисовна ему изменяла. И он на нее жутко обиделся. Все. Ну, у нас серьезная передача сегодня. Давай серьезно еще вам говорить, пожалуйста. Короче. Люди имели все. Боги. Да. Они просто все ки***м собак. Все просто. Вот все в топку. Да. Ради принципов. Когда мне Максим сказал, Сережа, а как бы я... Я, Максим, спасибо. Ну, он звонил. Мы первые, особенно первые... Он говорит, как бы я в глаза детям своим смотрел бы, если бы я поступил по-другому? Как это возможно? Ты понимаешь, какой человек? А она, как верно, это... Как эти... Декабристка, да. Будучи кем? Да ты вообще... Да ты... Да ты... Да я не знаю сравнить ее не с кем масштаб ее личности вообще даже. Что они... Все. Спасибо им за это большое. Сережа, мы, повторяю, находимся сейчас во дворце Украина. Украина сегодня переживает огромную трагедию. Продолжается кровопролитнейшая война с фашистской Россией. И при этом мы наблюдаем огромный всплеск украинской культуры, всплеск интереса ко всему украинскому, всплеск интереса украинскому языку, всплеск украинской режиссуры. Посмотри, Иван Урывский, да, какой появился потрясающий режиссер. Вчера был на примере. Да. Скажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, закончится война и когда? Так, ну, во-первых, я сейчас подумал, когда ты говорил по поводу нашего, того, что мы сегодня переживаем все, этого ужаса и кошмара, знаешь, что я подумал о чем? Что у нас есть свет в конце туннеля. У нас, в Украине, а у них нет. У них и туннеля нет. У них и туннеля нет. Это по поводу, как о многом мы не поговорили, я сейчас подумал. Ты Михаил Михайловича вспомнил? Как о многом мы не поговорили? Ты Михаил Михайловича вспомнил? Нет, слушай, ну ладно. А я вспомнил Жванецкого. Ты знаешь, как он говорил, что наша жизнь, свет в конце туннеля, только тоннель, сука, никак не кончается. Как закончится война? И что будет потом? Как и когда? Ну, когда это... Что будет потом? Потом будет счастье. Когда она может закончиться? Через минуту. Может, тромб оторвется, тварик какой-то. А я считаю, что мне многие говорят, нет, 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 нет. Давай, оторвись уже, оторвись. А может быть, не скоро. Поэтому нам надо жить, к сожалению, пока сегодняшним днем. Делать каждый, что должен делать. Знаешь, делай, что должен и будь, что будет. Каждый должен приносить пользу своей стране. Каждый, кто что умеет, но он должен приносить пользу. А если ты бесполезный для страны человек, ну, нахер тогда и страна. Если ты ничего не можешь. Пекарь печет хлеб, да. Пожарник тушит пожары. А то, что сейчас делают ребята-спасатели и так далее, это вообще, как они гибнуты. Призовут, надо идти. Ну, когда дойдет очередь. Ну, а как? Мы здесь живем, это наша страна. Я слушаю, у меня было миллион возможностей уехать. Я не мыслю своего существования нигде, кроме как Киев, Украина. все закончится. А все закончится. Закончится мгновенно. Закончится не на поле боя. Мы понимаем это. А вот что дальше будет, вот это интересно. Ты когда-нибудь думал над тем, вернешься ли ты в родной Донецк? И интересно ли это тебе? Я скажу. Да. Думаю об этом часто. Особенно три дня назад. Опа. Я получил, у меня появилась возможность в 2013 году наконец-то сделать памятник, нормальный памятник. У меня мама, бабушка и дедушка похоронены вместе. И вот там ничего не было, там какая-то плита была. И у меня появились возможности. И я передал деньги, мне сделали красивый памятник, оградку. Но я не успел в съезде на Донецк. Началось это все. У меня отобрали мою родину. Могилы отобрали? И невестка моя, то есть жена моего брата, с которой он в разводе, она прислала Игорю, брату, а он мне прислал фотографию. Она была там на могиле. Она мне прислала могила цела. Я не хочу в Донецк. Не хочу в Донецк. Но я хочу на могилу. Маме. Вот это я хочу. Вот это мне нужно, я не знаю, как-то метафизически, наверное, я прям это ощущаю. А в Донецк, слушай, я в Киеве четверть века, для меня Киев стал родным, близким. Да у меня никого там в Донецке не осталось. Практически. У меня есть двоюродная сестра. Я, слушай, это такая боль. Господи Боже мой, что они с нами, он. Что он с нами со всеми сестра. Он и они. Он и они. Да, 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 конечно. Мы не захотели и вышли на Майдан. А они вроде бы и чуть-чуть хотят, и чуть-чуть не хотят. А они жрут ложками. И как можно было такую страну просто узурпировать? Сука. Это просто, я когда об этом думаю, у меня в голове не укладывается. Вот это они называют, они все время когда у них риторика, как они бандитский режим, нет, киевский режим. Киевский режим. Хунта, да. Суки. Люди, которые узурпировали власть в громадной стране, смеют вообще падлы называть и все. У нас законно выбранного президента. Законно такая борьба была. Он смог победить систему. За него проголосовали миллионы людей. И они называют это киевским режимом. Ну, а что им еще говорить? Ну, как своим бабкам нужно что-то врать? А бабки там? Они, что они видели в этой жизни? Бабки, кроме любимого своего этого, этой твари, даже фамилии не хочется произносить. Ну, и все. Тромб. Я надеюсь. Спасибо. Быстрее. Это быстрый способ. Быстрее. Быстрее. Субтитры создавал DimaTorzok